Субтитры сделал DimaTorzok Ось у нас идет вот здесь, она скручивается А здесь идет движение вокруг оси И вот получаются примерно вот такие шаги Речь пойдет о том, как двигаться, экономить энергию при ходьбе Значит, люди, как правило, когда двигаются, наклоняются вперед Опускают голову, смотрят под ноги по разным причинам И в результате, когда они ставят первую ногу впереди себя Вот так они, на большой шаг, на маленький шаг Они на нее сразу же переносят тело и упираются Что при этом получается? Что та энергия, приданная телу для движения вперед Она частична и немало гасится именно при этом наступлении Чтобы самортизировать Чем это плохо? Тем, что человеку приходится напрягать мышцы, чтобы амортизировать эту энергию Поглотить А потом снова ее тратить, чтобы сделать следующий шаг Что получается? Что человек идет в два раза больше Как этого избежать? В первую очередь, надо следить за осанкой Не наваливаться вперед То есть, голова, копчик Представьте себе линию прямую, вертикальную Которая проходит через копчик до макушки И держаться ее Плечи, естественно, опустите немного назад Попробуйте так ходить Вы делаете шаг, ставите ногу расслабленно И не нагружая ее Сначала медленно, потом можно будет быстрее И переносите на нее мягко вес тела В процессе переноса у вас уже выстреливается Задняя нога вперед Также ставится раз 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 Попробуйте так ходить Сначала медленно, понемногу Потом это войдет в привычку Кстати, если заметите И так ходит большинство тех, кто занимается единоборствами Спортом, связанным с такими нагрузками Бегуны, которые, если вы посмотрите на съемках На дистанциях Любой вид бега Никто из них никогда не наклоняется вперед Все наоборот Изо всех сил стараются отклониться назад Именно чтобы экономить эту силу Таким образом, двигаясь Можно пройти очень много километров за сутки И практически не устать Это очень экономит силы Но за этим надо следить Кроме того, если хотите увеличить длину шлага То есть, еще увеличить эффективность своей ходьбы И экономию сил Вы можете по этой оси поворачивать немного бедро То есть, вот так вот идти Вроде как кони иных идут Раз 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 Тогда длина шага увеличивается Эффективность движения больше Но сначала надо просто осилить обычные движения Еще один плюс такого движения Что какая бы под вами подвергность ни была Кусты, трава и так далее Вы имеете меньше Второе упражнение будет на ось и на равновесие Как бы Это обычное упражнение Это как бы разворот Вот он получается Нога немного согнута Вес на этой ноге сначала Потом первой поворачивается голова Я переношу вес на эту ногу Получается разворот Следующее будет упражнение Этот же разворот Но к нему добавляется шаг ноги Это будет как бы танкан Нога уходит так же все по оси Первая идет голова Только здесь И вот эта нога назад Это уже как бы упражнение Оно уже имеет В принципе Реальное применение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok